Переговоры продолжаются. Одно это уже можно оценивать положительно. Другое дело, что результаты весьма скромные. Но несмотря на это, армянская сторона настаивает на том, что сейчас вот этот формат переговоров двухсторонних непосредственно с Азербайджаном является наиболее плодотворным. И никакие посредники не нужны. Причем не только российские, но и западные. Вот в Британии премьер-министр Пашиняна отказался от встречи при последничестве английским. Поэтому здесь посмотрим, к чему в итоге эти переговоры приведут в двустороннем формате. Но то, что азербайджанская сторона выдвигает условия перед заключением мирного договора, несколько условий, в том числе изменения Конституции Армении, они предполагают проведение референдума. Это не такое близкое дело. Насколько этот референдум был успешным, тоже непонятно. Поэтому здесь можно сказать, что переговоры продолжаются, но в таком вот режиме холостого хода. Пока армянская сторона не выполнит условия Азербайджана, Азербайджан будет отказываться от подписания мирного договора на любых условиях. Это дело армянского руководства и армянского избирателя, который это руководство избирает. Если считается, что это отвечает национальным интересам Армении, Россия тут не играет положительной роли и даже наоборот, о чем заявляли многие представители армянского руководства, то тут вольному уволен. Армения это независимое государство, она вольно саму выбирая себе посредников.